Здарова, друзья! Вот и подоспел очередной топ для слабых ПК. И без долгих вступлений я всего лишь покажу вам счастливчиков из прошлых видео, которые первыми успели активировать себе халявные игры. Собственно, вы уже видите их на своем экране. А те ключи, которые так никто и не нашел, я решил отдать просто так в этом видео. Так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! Ну и первая игра моего топа это Inversion. Данная игра вышла в 2012 году и рассказывала историю простого офицера полиции Дэвида Рассела, который вместе со своим напарником ехал на день рождения своей дочери, но, к сожалению, именно в этот момент на город напали неизвестные бандиты с грави-пушками. В одной из первых перестрелок у героя погибает жена и пропадает дочь. Так что теперь вашей задачей будет уничтожение всех бандитов и поиск своей малолетней дочурки. В игре вас будет ждать достаточно необычный вертикальный геймплей, множество способностей, связанных с изменением гравитации, и что самое главное, в игре есть кооперативный режим. Так что в любой момент вы можете позвать своего друга и надирать задницу противнику вместе с ним. Это весело, это круто и это чертовски интересно. В компании с другом или же в одиночку, но ты в любой момент можешь поиграть в данную игру. Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Это тоже достаточно известная серия игр, первая часть которой вышла в 2002 году. Потом было продолжение в 2004, 2005 и 2006, но все эти игры слишком старые, чтобы посвящать каждой из них отдельное место в топе. Но по желанию вы, конечно же, также можете в них поиграть. Ну а сейчас речь пойдет о Splinter Cell Conviction. Данная часть серии вышла в 2010 году и по сюжету рассказывала историю все того же старого доброго Сэма Фишера, который на момент начала игры находится в бегах из-за убийства своего начальника и лучшего друга, параллельно пытаясь найти убийцу своей дочери Сары. Но первым его находит его давняя подруга по работе Анна, предупреждает его о надвигающейся опасности, и Сэм благодаря ей все же выходит на того, кто виновен в убийстве его дочери. Но стоило ему только до него добраться, как Сэма похищают, и принужденно впутывают его в новый мировой заговор, с которым вам-то и предстоит разобраться. Байошок 2 Первую часть в топ я уже добавлял, так что по традиции рассказываю и о продолжении. Байошок 2 это экшен-шутер от первого лица с элементами хоррора и с великолепной атмосферой. Данная игра вышла в свет в 2010 году, а ее события разворачивались спустя 8 лет после событий первой части. Ну а играть на сей раз нам предстоит за большого папочку по прозвищу Дельта, который приходит в себя в витокамере, не понимая, что с ним произошло, но буквально сразу же начинает выполнять приказы некой Бриджит, которую игроки знают еще с первой части. По рации она вводит его в курс дела, рассказывает, что произошло в городе за последние 10 лет и как вообще вокруг обстоят дела. В общем, как и в первой части, сюжет здесь достаточно запутан, а игра представляет на выбор несколько концовок. В любом случае, именно эта часть станет финальной для всего восторга. Угнетающая атмосфера, интересный сюжет, увлекательный геймплей и многое другое. Байошок — это игра, в которую должен поиграть каждый. Воу, халявный ключик, активация в Ориджине. Успел активировать? Тогда отпишись об этом в комментариях. Assassin's Creed. Ну да, сейчас бы добавлять в топ игру, о которой и так все прекрасно знают. Плевать, топы для слабых ПК не вечны, так что пока возможность есть, буду добавлять все, что пожелаю. Итак, Assassin's Creed. Первая игра данной серии вышла 10 лет назад, а именно в 2007 году. По сюжету главного героя Дезмонта Майлса похищают тамплиеры и заставляют его искать для них яблоко Эдема. Делают они это при помощи Анимуса, машины, которая помогает Дезмонту пережить воспоминания своего предка Альтаира, которому, в свою очередь, была уготовлена далеко не легкая судьба. Так что именно вам предстоит примерить на себе капюшон ассасина, стать настоящим скрытным убийцей, полазить по стенам, попрыгать в сено и найти яблоко Эдема. Я как бы почти уверен, что все уже в нее давно поиграли, но все же, мало ли, может для кого-то это видео станет мотивацией, чтобы перепройти ее еще раз. Dead Space 2. Это экшен-шутер от третьего лица и по совместительству весьма неплохой сурвайвл-хоррор, который вышел в 2011 году и продолжил основную историю первой игры. Действия продолжения разворачиваются спустя 3 года после событий первой части. Главный герой, Айзек Кларк, попадает в психиатрическую больницу на станции под названием Скопление, но все время находится без сознания. Приходит он в себя уже после того, как станцию заполонили те самые некроморфы, от которых он спасался ранее. Помощи ждать нет кого, все вокруг растерзаны на мелкие кусочки, и теперь вам в одиночку снова предстоит выбираться из всего этого ада, попутно убивая толпы некроморфов. На сей раз противники стали умнее, их стало больше и они стали более проворнее. Также увеличился ваш боезапас, ассортимент оружия и многое другое. В общем, игра сделала шаг по превращению из полноценного сурвайвл-хоррора в сторону настоящего экшн-шутера. И это неплохо, страшное, кровавое, мясистое и безумно интересное. Эта игра ждет именно тебя. I am alive. Это игра, которая вышла в 2012 году и в которой ваша основная задача это просто выжить. Здесь нет никакого экшена и динамических перестрелок. Серьезно, на протяжении всей игры вам нужно всего лишь карабкаться по старым развалинам и искать припасы. По сюжету в городе Чикаго происходит масштабное землетрясение, в результате которого весь город и все его окрестности оказываются в одних руинах. Наш главный герой Адам именно в момент землетрясения добирался с работы домой и оказался под завалами. К счастью, ему удалось выжить и выбраться. Но от полученных травм он на целый год оказывается прикован к больничной койке. Но не все так просто, как кажется. Судя по всему, пострадал не только Чикаго, но и вся страна. Так как за все это время на помощь гражданам так никто и не пришел. За это немалое время город захватил хаос, преступность и насилие. И вот спустя целый год, оправившись после ранения, главный герой отправляется на поиски своей семьи. Алан Вейк Америка Найтмэр Это экшен-шутер третьего лица с элементами хоррора в скобочках нет. Данная игра вышла в 2012 году и является прямым продолжением первой части. Но правильнее было ее назвать не полноценной игрой, а всего лишь самостоятельным дополнением, потому что ну уж слишком она короткая. Тем не менее, по сюжету Алан попадает в Аризону и оказывается в вымышленном городе Найт Спрингс. Это, кстати, тот самый город, который показывали по телеку в первой игре. Найт Спрингс это город из сериала, к которому Алан однажды написал неплохой сценарий для нескольких серий. И так уж сложилось, что Алан снова попадает в свой же рассказ. Теперь ему предстоит его переписать и выбраться из всего этого кошмара живым и здоровым. Игра достаточно неплохая, но, как я уже сказал ранее, слишком короткая. По желанию ты можешь в нее заглянуть. Воу, еще одна халява. Активация в Стиме. Успел активировать? Тогда отпишись об этом в комментариях. Синдикейт. Это киберпанковский экшн-шутер от первого лица, вышедший в свет в 2012 году. Но на самом деле его история началась еще в далеком 1993 году. Тогда еще он был экономической стратегией. Но права на игру переходили из рук в руки и спустя 20 лет мы получили все-таки экшн-шутер. Который, кстати, не особо тепло приняли, но игра все же не настолько плохая. По сюжету все достаточно просто. Миром правят корпорации, которые поделили между собой весь земной шар. Все население контролируется с помощью чипов, нейроимплантов. А вам придется всего лишь бороться за власть и отправляться вместе со своей командой на различные задания твоей корпорации. В игре есть как одиночный режим, так и кооператив, что делает игру в десятки раз веселее. Поэтому ты легко сможешь в нее заглянуть и провести в ней часик-другой. Ведьмак 2. Убийца королей. Очередная игра-легенда, которая вышла в 2011 году и продолжила уже всеми известную историю о непобедимом Геральте из Ривии. В общем, помимо сюжета, по сравнению с первой частью, игра очень сильно преобразилась. Можно даже сказать, что она была полностью переработана. Начну, пожалуй, с того, что сменился игровой движок. Графика стала в 100 раз лучше и приятнее. Полностью поменяли боевую систему, начиная от схваток на мечах и заканчивая кулачным боем. Система мини-игр тоже получила обновление. В игру были добавлены новые монстры, а старые сменили свой прежний вид. Во все это стало играть значительно приятнее и проще. Ну а по сюжету Геральт попадает на новые локации и будет расследовать заговор ведьм. Попутно восстанавливая свое доброе имя и помогая всем его попутчикам. В игре вас ждет множество новых локаций, новая боевая система, огромнейшее количество дополнительных заданий, увлекательный сюжет и чертовски привлекательная графика. И главное, что все это добро с легкостью запустится на слабом. Пока. Ну и последняя игра моего топа это Red Faction Partisan. Это игра в жанре экшн-шутера третьего лица, которая вышла в свет в 2011 году. Ее действия разворачиваются спустя 50 лет после событий прошлой части. Да, такая кстати тоже была, но она вышла аж в 2002 году, поэтому о ней мы вспоминать не будем. Итак, действия новой игры разворачиваются на Марсе, где силы обороны Земли успешно спасли марсиан от гнета корпорации Ультор. Но вместо этого установили собственный жестокий режим диктатуры. Главный герой Алик Мейсон прибывает на Марс, чтобы заработать денег и увидеть своего брата, которого вскоре убивают. Теперь Алик по воле судьбы вынужден присоединиться к Красной Бригаде, чтобы освободить жителей Марса от завоевателей СОС и отомстить за брата. Ну что ж друзья, на этом я пожалуй буду заканчивать, хотя мне еще осталось отдать вам один ключик. Но я и так уже в этом видео две игры раздал, поэтому давайте сделаем вот так. Вот вам первая половина ключа, можете ее запомнить. А остальную половину ключа я покажу вам не в следующем топе для слабых ПК, а в следующем видео, которое выйдет в конце этой недели. Скорее всего это будет новый выпуск Даун Тайм, потому что ну пора бы его уже наконец-то теснять. Так что подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, а также не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Всем удачи и всем пока!